Григорий Неделька. Озерник. Читает Виктория Павлова. Это случилось в июне. Озеро располагалось на северо-западе от Москвы, километрах в ста. С правой стороны водоем был отгорожен лесом, с левой упирался в широкое поле. Сельские очень любили здесь купаться с первых чисел мая и по конец бабьего лета. Они так и называли это место – озером, не придумывая более изощренных названий. Славик с друзьями жили в селе Петровском, что всего в четырех тысячах метров от озера. Можно или пройтись пешком, или, если не хочется тратить 45-50 минут, сесть на велики и добраться минут за 20. Большую часть дня ребята проводили сами по себе – в школе, во дворе, в соседнем селе, а может, на их месте, в леске. Десятилетние пацаны и девчонки – нечета сверстникам из города, более взрослые и отважные, по крайней мере, с виду. Однако родители все равно запрещали им плавать, пока вода не нагреется. Все из компаний тайком от предков уже в 20-х числах мая открыли, что называется, купальный сезон. Послушным оказался один Славик. И вот теперь, 6 июня, в солнечный жаркий день, он крутил педали стального коня, подставлял лицо мягкому ветру и летящим с неба лучам и воображал, как окунется в прохладные знакомые воды. И проплывет до противоположного берега, а потом обратно. Да, непременно, именно так он и сделает. Справа подъехал Женька. «Эй, Славчик, че замечтался?» Сзади Павлик крикнул. «Смотри, не свались!» Славик отмахнулся одной рукой, а другой продолжал держаться за руль. Ленка, деловая, считавшая себя чуть ли не главной в их компании, опережала его на два корпуса. Вот они свернули и почти сразу затормозили. Приехали. Ребята еще собирались в кучу, раздевались и договаривались, кто занырнет первым, когда Славик разбил рыбкой безмятежную водную гладь. «Гляди, вот тонешь!» Немного ревниво прокричала Ленка. Славик не ответил. Он знал, что не пройдет и полминуты, ребята последуют за ним, а связываться с Ленкой себе дороже. Он плыл в играющей солнечными бликами воде. Сверху нависало чистейшее синее небо, справа щеголял сочными зелеными кронами лес, слева поражало простором салатовое поле. Позади раздалась поочередно пара всплесков, одинаковых по громкости, и затем последний, посильнее. Ленка с Женькой нырнули, догадался Славик, не оборачиваясь, а Павлик, самый толстый, как всегда, прыгнул бомбочкой, любит выделиться. «Славчик!» – позвал Женька. «А, куда намылился?» «На тот берег». «Ну, давай, давай, пловец!» «Смотри!» – донесся вечно недовольный голос Ленки. «Чтобы Озерник не утащил!» Славик слышал историю об Озернике, областную легенду, если угодно. Озерник – это малыш, которого утопила собственная мать. Женщине якобы было нечем кормить новорожденного. А аборт она почему-то не сделала, то ли не решилась, то ли денег не хватило, то ли нужного знакомого не нашлось. Когда же ребенок появился на свет, мать сразу поняла, что не справится с ним. Говорят, он постоянно плакал, будто требовал чего-то. Мать, и без того нервная, дерганная, взяла и свернула ему шею. А после утопила в озере. Через несколько лет правда просочилась наружу, но женщины найти не удалось. Пошли слухи, что она утонула в том самом озере. Стала купаться, плавала себе, плавала и неожиданно начала тонуть. «Это мальчик подрос и отомстил ей», – засудачили вокруг. Так и появилось то, что ребятня называла «сказкой об озернике». Он мертвый, словно бы живет под водой, питается илом и дохлыми рыбами и растет. Насколько история правдива, судить сложно. Но не бывает и сезона, чтобы кого-нибудь из купальщиков не пришлось спасать. Озерник не озерник, а молва о мести идет нехорошая. Впрочем, все это ни на секунду не смутило ребят. В их возрасте не то, что не задумываешься об опасностях. Случается, лезешь прямо им в глотку, чтобы доказать себе «я не боюсь». «Славик, возвращайся!» – закричал Женька, когда его друг отплыл уже достаточно далеко. «Поворачивай, рекордсмен!» – присоединилась Ленка. «Не строй из себя, Попова!» – добавил Павлик. Славик повернул в их сторону плотное, щекастое лицо и отмахнулся. «Там оттины не чистили!» – предупредил Павлик. «Утащит!» – «Ха!» – «Как будто это его пугает!» Славик плыл дальше, чувствуя холод подводных течений, разглядывая синеву небо, наслаждаясь зеленью на берегу. А чувство наступившего лета захватывало дух. За ногу ухватили резко и очень сильно. Сила, настойчивая, даже требовательная, повлекла пятиклассника вниз. Славик не ожидал такого. Он забил по воде руками, задрыгал ногами. Со стороны могло показаться, что неким неведомым образом здесь оказался паренек, который совсем не умел плавать. Но Павлик умел. Просто что-то неудержимо повелительно тянуло вниз, что-то склизкое, леденящее кожу. Раньше, плавая, он цеплял рукой или ногой тяну, но никогда она не пыталась утопить его, столь уверенно, будто имела на это право. Ребята, не сумевшие докричаться до него, вернулись к играм. Плескаться они прекратили, лишь когда Славик пропал. Никто не пересекал овал озера в намерении выбраться на противоположном берегу. Они заметили случайно и, не говоря ни слова, тут же разом кинулись туда, где последний раз виднилась голова с черными кучерявыми волосами. Плыли кто брасом, кто кролем, обгоняя друг друга и спеша на помощь. Они не верили, что Славик утонул. Это могло произойти с кем угодно, только не с их другом. Спустя секунд пять Славик вынырнул на поверхность. Он хрипел и отплевывался, явно наглотался воды. А еще он дергался, точно стараясь освободиться от чего-то. Рывки выходили с каждым разом все слабее и слабее. Паренек выбивался из сил. В тени запутался, поняла Ленка. Она снова вырвалась вперед. Она же первая оказалась рядом, когда Славику каким-то чудом удалось выбраться из схватки того, что неудержимо влекло на дно. «Хватайся!» – не предложила. Скомандовала девочка. Его спасала девчонка. Какой позор! Впрочем, времени сетовать на это не было. Он изрядно утомился, борясь с неизвестной угрозой. Ухватившись за спину Ленки, Славик немного расслабился. С боков подплыли Женька и Павлик с серьезными, взволнованными лицами. Не последовало никаких шуток. Вместо этого двое ребят сопровождали спасительницу и спасенного аж до берега. Там все четверо, наконец, дали себе передышку. Славик сидел на траве, пододвинув в груди колени и обхватив их руками. Он дрожал. От страха, волнения, холода. Ветер, казавшийся прежде едва ли не пушистым и ласковым, обдавал хладными волнами. «Дурак!» – безлобно бросила Ленка. Ее голос подрагивал, она тоже не на шутку встревожилась. «Строишь из себя героя! Чего ты кому доказывал?» Она говорила без обычного опломба, имея целью снять напряжение не более. Павлик и Женька молчали. «Я…» – проронил Славик, сглотнул и договорил. «Я думал, доплыву». На этот раз Ленка промолчала. Вдруг Павлик вскочил с земли и куда-то показал пальцем. «Смотрите!» Славик сперва не понял, о чем речь, затем проследил за рукой Павлика. Тот указывал на него, точнее, на его ногу. Славик озадаченно нахмурил брови, обычная нога, что в ней могло привлечь внимание Павлика. Потом он понял, стоило скользнуть взором пониже. Тишина безгласной птицы разлетелась по берегу озера. На правой ноге Славика, той, что он с таким трудом вырвал из подводного плена, чуть выше пятки находились пять маленьких ранок с запекшейся на солнце кровью. Точь в точь следы от человеческих ногтей. Точь в точь следы от человеческих ногтей.